Северный поток 2 угодил в идеальный шторм Политика Нефтегаз 29 декабря 10.36 Северный поток 2 угодил в идеальный шторм Газдепартамент США поставил ультиматум Европе из-за трубы Газпрома Светлана Гамзикова Комментарии в просмотрах 25613 На фото, трубы для газопровода Nord Stream 2 в Балтийском море Фото DPA slash DAS Материал комментируют Игорь Юшков Соединенные Штаты, не сбавляя темпа Продолжают давить на Россию и ее европейских партнеров по проекту Северный поток 2 Буквально виснут на трубах Пытаясь любыми способами остановить строительство газопровода Накануне американский Газдеп фактически выставил ультиматум компаниям-подрядчикам Потребовав в срок до 20 января 2020 года Прекратить все связанные с Северным потоком 2 работы Если они не хотят попасть под американские санкции Особенно бросается в глаза формулировка С которой американское внешнеполитическое ведомство требует подчинения Европейцы, участвующие в газовом проекте Должны немедленно продемонстрировать добросовестные усилия по прекращению своей деятельности Как известно, 20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на будущий год Который предусматривает положение о санкциях в отношении компаний Занятых на строительстве газопроводов Северный поток 2 и Турецкий поток Фирмам, которые пойдут против, обещают ограничить все транзакции в американской юрисдикции Отрезав, таким образом, от рынка США А их руководителям перекроют въезд на территорию США и заблокируют недвижимости активы Читайте также Американские абрамсироваются к Москве через латышский Винспилс Военный эксперт открыл тайну, из-за которой США ввели санкции против мэра города Порта 21 декабря швейцарская компания трубоукладчик ОСЕС объявила о прекращении работ по укладке труб по дну Балтийского моря на неопределенный срок К тому момент газопровод уже был построен примерно на 93% от своей проектной трассы Из необходимых 2460 километров уложено более 2300 километров В Европе, где доля российского газа в общем потреблении, как ранее заявлял наш министр энергетики Александр Навак, составляет 45%, действиями американцев, конечно, возмущены Глава Еврокомиссии Урсула фон Дерлиен даже публично осудила американские штрафные меры, заявив, что ЕК категорически против применения санкций в отношении европейских компаний, которые участвуют в проекте на законных основаниях Другое дело, реально что-либо противопоставить Вашингтону европейские лидеры и брюссельская бюрократия не могут Даже несмотря на то, что реализация проекта согласуется в полной мере с интересами Европы Впрочем, риторика уже не имеет смысла Северный поток-2 российские власти в пику любым приполом обещают ввести в строй Изначальные сроки, понятно, будут сдвинуты Но до конца 2020 года газопровод в Европу предполагается запустить в эксплуатацию Во всяком случае, так сказал журналистом министр энергетики РФ Александр Навак При отказе швейцарской компании продолжать укладку труб к работам, как он пояснил, можно будет подключить трубу укладчик Газпрома Академик Черский, который сейчас находится в дальневосточном порту находка Вопрос лишь, справится ли одно судно со всем объемом работ, и есть ли на нем необходимое оборудование Заявление Госдепартамента Это, по сути, разъяснение тех санкций, которые были приняты ранее, комментирует перспектива СП-2 ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков Когда Трамп подписал закон об обороне на 2020 год, в нем были отдельные пункты о санкциях, в которых указывалось, что все компании, в частности, и владельцы судов трубу укладчиков должны отказаться от предоставления любых услуг для достройки Северного потока-2 Швейцарская ОСИЭЖ, чьи суда как раз задействованы в прокладке труб на Балтике, подала, со своей стороны, заявку на разъяснение, а что все это значит Поскольку такова стандартная процедура для санкций И компания должна была получить ответ от американского Минфина ведомства Согласно существующим правилам, обязана дать еще отдельное разъяснение конкретно для швейцарцев Пока их нет Ну и общее разъяснение тоже довольно неоднозначны С одной стороны, там написано, что все компании должны немедленно закончить работы С другой стороны, это немедленно растягивается на 30 дней до 20 января И это тоже вызывает вопросы Когда эта бумага вышла, я посмотрел по трекеру, где находится в данный момент суда труба у укладчики Вскоре после того, как Трамп подписал военный бюджет с включенными туда санкциями Они остановились и отошли в акваторию на границе Дании и Германии Там простояли где-то три дня и дальше двинулись в датский порт Нюрбургринг Потом одно из них Пионеринг Спирит Самое большое в мире, уникальное судно этого класса Отправилось в норвежский порт, неподалеку от города Кристиансан Там оно стоит и сейчас Второе судно, Солайтер, все еще в Нюрбургринге То есть, швейцарские трубоукладчики, по крайней мере, утром в субботу стояли на месте и никуда не двигались Посмотрим, что будет завтра-послезавтра Как все-таки им объяснили эти санкционные законы Можно ли, допустим, им вернуться и закончить с укладкой труб до 20 января или нельзя В принципе, этого времени им будет достаточно для завершения работ Там где-то порядка день-полтора хода и, пожалуйста, укладывайте времени с лихвой, чтобы все закончить СП Там примерно 160 километров осталось 160 это общая протяженность обеих ниток На самом деле, где-то по 80, но первая строится быстрее, вторая чуть медленнее До того, как Олсез приостановила работы, первому судну трубоукладчику оставалось 10 вопросительный знак 12 дней, чтобы завершить их полностью, а второму порядка 14 вопросительный знак 16 дней Поэтому посмотрим, как они воспримут эти разъяснения На днях появилась информация, что наш академик Черский вышел из находки Но я буквально только что смотрел на трекере Судно стоит в находке и никуда не двигается Поэтому откуда берется информация, что оно вышло в Балтийское море, тоже непонятно СП, министр Навак говорил, что академик Черский будет достраивать газопровод, если партнеры откажутся из-за санкций А там есть необходимое оборудование для этого В общем-то, это судно оборудовано всем необходимым и отвечает довольно жестким требованиям для работы в датской акватории У на есть еще трубоукладочные боржи Фортуна и МРТС Дефендероби принадлежат компании Межрегион Трубопроводстрой В немецкой акватории закончить все работы может Фортуна Судно стоит сейчас в германском порту Мукран, где находится основной пункт снабжения для Северного потока-2 Но в датской акватории Фортуна не может работать и не хватает оборудования А академик Черский полностью отвечает всем требованиям Принципиальный вопрос сейчас один, берется ли Достраивать трубопровод, если к ним никакие санкции до 20 января применяться не будут Или же швейцарцы перестрахуются и решат уйти совсем Это будет ясно в понедельник А дальше либо швейцарские трубоукладчики возвращаются и заканчивают все Либо наш академик Черский идет из находки в Балтику Даже если он потратит на это полтора месяца и будет один обе ветки достраивать К июню, думаю, успеет А к августу пусконаладочные работы проведут В течение 2020 года вопрос, когда конкретно будут построены все участки СП-2 запустят в эксплуатацию Думаю, не стоит На будущий год у нас есть договор на 65 миллиардов кубов транзита через Украину Важно ввести в строй трубу к 2021-му Там транзит через Украину можно снизить до 40 миллиардов кубов Газпрому хотелось бы к этому времени эксплуатировать уже Северный поток-2 Читайте также Нефть и газ 2019 Северный поток-2 остановлен Транзитная война с Украиной проиграна Несмотря на очевидные провалы Правительство и Газпром не унывают СП, ну с запуском, как минимум На год мы все равно оползали Получается Год, это в худшем случае В том варианте, если достраивать будет академик Черский А если швейцарцы вернутся, то они все закончат в течение двух недель, может, чуть больше И дальше все Пусконаладочные работы два месяца В любом случае можно будет запустить газопровод на полную мощность во второй половине 2020 года Таким образом, есть два сценария Первый это достраивает швейцарцы, и мы где-то в апреле-майе получаем газопровод А второй придется подключать наше судно академик Черский И мы, наверное, только во второй половине года получим готовую морскую часть И то непонятно, когда точно сентябрь, октябрь или может ноябрь СП, тут как раз логично задать вопрос Почему мы так легкомысленно отнеслись к воздействию санкций на наших партнеров и никак не оценили риски Может, нам нужны собственные суда-трубоукладчики, раз уж мы занимаемся трубопроводами У нас есть, по крайней мере, три таких судна В российской акватории работают, в основном, они Другое дело, что мы редко строим в международных водах Турецкий поток, Северные потоки 1 и 2, Голубой поток вод, по сути, и все Грубо говоря, построили за год, а дальше Что с этими судами делать? Надо искать им заказы на международных рынках Нефтегаз, Нефтегаз 2019, Северный поток 2 остановлен Транзитная война с Украиной проиграна Новости транзита, Зеленский Выплата Газпромам денег нафтогазу Большая победа Украины